Казах-или. С таким названием в Алматы прошел творческий вечер заслуженного деятеля Казахстана, художественного руководителя и главного дирижера филармонии имени Даниши Ракишева в области Жецу, а также Оркестра народных инструментов имени Мукана Тулебаева Али Алпсбаева. Мероприятие сопровождал Государственный симфонический оркестр имени Тулебергенова Абдрашева. Тему продолжит наш корреспондент. На творческом вечере в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы собрались истинные ценители искусства. Творческий вечер сопровождали Государственный симфонический оркестр имени Тулебергена Абдрашева и легендарная государственная хоровая капелла имени Бахаджана Байкадамова. В рамках вечера под дирижерством метро Али Алпсбаева звучали множественные композиционные произведения. Зрители с особым восторгом и аплодисментами приветствовали артистов. Али Алпсбаев более 30 лет профессионально занимается дирижированием. За последние 10-15 лет вышло много произведений – поэмы, песни, инструментальные произведения. По этой причине он широко известен не только как дирижер, но и как композитор. Его творения занимают особое место в сердцах слушателей. Разница между оркестром народных инструментов и симфоническим оркестром фундаментальная. Каждый инструмент с разнообразным звучанием поддерживает каждое движение дирижера. Кроме того, зрителей удивило и гармоничное слияние хора. Гости вечера отметили потрясающее чувство слаженности. Такое впечатление было, что дышали и пели как один человек, уверяют участники творческого вечера. Есть еще лирические песни о родной земле, о стране. Он очень трудолюбив. Многие его работы сейчас имеются в интернете и представлены вниманию истинных ценителей музыки. Это не легкий труд. Мы желаем ему дальнейших творческих успехов. На творческом вечере прозвучали классические авторские произведения. Зрители Южной столицы были восхищены мастерством и талантом житесуццев. Жандос Назарбаев, Хурманжан Касамжанало, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.